Итак, буквально на днях были представлены только первые фото глобальной модели Kia Sportage 2022 модельного года. И вот первые видео живого автомобиля. Sportage стал достаточно популярной моделью и поэтому сегодня многие ждут его обновления. Напомню, это уже пятое поколение модели. Корейцы снова пошли по нестандартному пути и дизайн получился кардинально другим по сравнению с прошлой дорестайлинговой версией. Также и в салоне огромные изменения. На новинке теперь используется новый логотип компании Kia, ради презентации которого было создано целое шоу. Мультируль теперь новый. Как и полностью новая панель приборов, соединенная в одно целое с экраном мультимедийной системы. Экраны имеют диагональ 10,25 дюйма каждый. Все это напоминает недавно представленную электрическую модель Kia EV6. Кто еще не видел обзор данной новинки, обязательно оставлю ссылку в описании. Климатическая установка отдельная и ее не стали полностью зашивать в мультимедийную систему, а оставили несколько сенсорных кнопок и крутилки. На центральной консоли используется черный глянцевый пластик, кнопка запуска двигателя, подогрева и вентиляции сидений, а также выбор режимов движения. Производители заявляют, что все материалы будут максимально качественными. Первым рынком для нового Kia Sportage станет Южная Корея. Там начало продаж запланировано уже на июль нынешнего года. Подробная информация о комплектациях, моторах и ценах компания раскроет ближе к старту продаж. Но скорее всего новый Sportage будет иметь все то же, что доступно на новом Hyundai Tucson. Для разных стран планируются атмосферные двигатели, бензиновые турбомоторы, дизели, а также гибриды. Как вам обновленный Sportage? Напишите свое мнение в комментариях, а также переходите на канал, там еще много интересных новостей автоиндустрии. И не забывайте рекомендовать ролики в соцсетях, тем самым вы поможете каналу в развитии. Всем спасибо и до новых выпусков! Субтитры подогнал «Симон»!